добрый день дорогие коллеги начинаем наш замечательный вебинар наш мастер-класс добрый вечер добрый вечер подключайтесь коллеги и мы уже будем начинать здравствуйте добрый итак тема у нас сегодня такая очень интересная болезненная для многих скажем так и quite controversial и цель моя цель как бы сегодня рассказать свою точку зрения поделиться просто да как бы своей точкой зрения по этому поводу и может быть натолкнуть вас на какие-то мысли однозначно значит во первых не его морг да то есть мы с вами сегодня рассмотрим почему например я не даю домашнее задание я работаю в частном центре да то есть у меня свой центр соответственно мы пришли к выводу что домашку мы не даем никогда и почему есть форкбук соответственно мы делаем на уроке и как это красиво интегрировать в процесс урока я хочу чтобы вы сегодня по-другому вообще как бы с другого градуса посмотрели вообще на такой богатый ресурс я бы так сказала да которая называется workbook рабочая тетрадь и соответственно чтобы вы опять же может быть по-другому посмотрели как его можно вообще ввести процесс урока и я надеюсь что в конце вебинара у вас будет как нужно да то есть зачем нужно его прям вот вводить именно в процесс урока вот такая вот у меня цель с вами сегодня да и начнем почему new homework одной из причин почему я не даю домашнее задание понимаю что у детей так достаточно много домашнего задания в школе задается достаточно много поверьте мне да соответственно куда же еще больше у меня тоже свои дети я прекрасно вижу сколько им задают как бы да и принципе задавать им еще больше конечно я не вижу смысла вообще дальше отношения детей естественно меняется как бы знаешь когда вот это вот надо я должен это сделать ты 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 да то есть когда у тебя такая давиловка навязаловка конечно у детей более такое отношение становится к занятиям как должному знаешь так вот надо все надо сделать домашку ты 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 опять же я все время подчеркиваю что я не школа да это один из наших вот как бы особенности в принципе нашего клуба да я все время и родителям и детям подчеркиваю что вы не в школе ребята вы не в школе feel free да хотите домашку пожалуйста не хотите пожалуйста да то есть и опять же поверьте мне что вот и когда вы перестанете давать домашнее задание у них сразу любовь к языку и любовь к вашим занятиям повысится белый виду но да дальше следующая причина по которой я не даю домашку это проверка я не такой свободный человек чтобы все это проверять скажем так да а то есть и альпу че спендвай чайм при пирин фода леса чем вот это вот заниматься проверкой этого всего да то есть у меня есть тесты и то опять же я говоря о тестах как бы у меня дети самопроверяют друг друга просто мне дают баллы понимаете то есть моя роль не вот это вот сидеть проверять мы с вами прекрасно понимаем что когда учитель помечает ошибки исправляет ошибки дети ничему не учатся поэтому это просто трата времени с детской стороны и с вашей стороны соответственно да во вторых все мои коллеги все мои коллеги были в такой ситуации когда один ребенок принес домашку один ребенок не принес домашку часть группы сделала часть группы не сделал и как как себя потом чувствует эти дети которые сделали домашку как дураки конечно извините за выражение потому что я сделал а он не сделал ему за это ничего нет мы же стралу не сделай ничего понимаешь и И тратит время, то есть, да, мы опять тратим время на уроки, разговаривая вот это, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, что почему ты такой-сякой это не сделал, да, либо мы даем время, чтобы они это сделали, в общем-то, все время, уже начало урока получается сумбурное из-за всего этого, да, чтобы избежать, я не даю просто домашку, да. Конечно, мы все понимаем, что родители хотят, кто хочет помочь, а получается наоборот, да, кто хочет посмотреть, проконтролировать, и в итоге ничего хорошего как бы из этого не получается, да, все время еще даже на организационном собрании, когда я встречаюсь с родителями, я с каждым родителем встречаюсь лично, я им говорю, что вы привели, доверили нам, спасибо большое. Дальше вообще, чтобы не помогали детям, не трогали детей, мы все сделаем сами, если нам нужна будет ваша помощь, мы к вам обязательно обратимся, вот. С другой стороны, опять, когда мы завели речь о родителях, да, конечно, они хотят видеть, что происходит вообще, то есть, они как-то хотят отслеживать эти успехи, да, и поверьте мне, есть много разных других способов показать работу их детей, то есть, что они уже что-то умеют, что они уже что-то делают без домашнего задания. Во-первых, вот я всегда повторяю на своих вебинарах, да, у меня есть папка успеха, это обычный фолджер такой, да, обычная папка, один лист, одна группа, юнит 1, юнит 2, юнит 3, на сколько процентов написали дети, да, и в конце у них общий бал, общий бал по группе, да, вот. Также мессенджеры, да, то есть, есть группы, которые прямо у родителей очень строгие, попросите, особенно, когда экзаменационные, знаете, начинаются вот эти подготовки, и родители спросят, мы хотим быть в курсе, присылайте нам еще и в мессенджеры. Хорошо, без проблем, будем присылать еще и в мессенджеры, да, то есть, каждую среду, допустим, у нас есть экзаменационные группы B1, B2, где уже идет такой пушинг, конечно, в связи с серьезностью, как бы, этих экзаменов, мы им каждую среду высылаем результаты по пробникам, да. Вот, дальше, домашним заданием, хорошим домашним заданием, может быть, как раз-таки видеопроект, вот совсем недавно я у себя выкладывала в группе Cambridge English Великие Луки, да, то есть, английский Великие Луки, не Cambridge Teacher, а Cambridge English Великие Луки, так называется. Группа моя в контакте, детки занимаются буквально пару месяцев, подростки, слабые подростки, 5 класс, и они уже могут комнату свою снять и описать на английском языке. Супер, все, вот родители посмотрели, вот родители увидели, представь себе, детенок только начал, и уже он что-то делает на английском языке. Вот это я понимаю. Проектную работу начать в классе, закончить домой. Я все время так подстраиваю, что я начинаю проект делать за 5 минут до конца урока, за 10 минут до конца урока. Почему? Потому что у меня нет в планах это делать на уроке. Но, тем не менее, начать надо для того, чтобы они дома это просто продолжили. То, что они будут делать с удовольствием. И поверьте мне, родители гораздо больше поймут, если вы будете просто снимать некоторые видео кусочки своего занятия и выкладывать это им, как вы договоритесь в мессенджере, группа у вас есть определенная. Причем вы напишите, что это было. Я вот поэтому перестала тоже делать в один момент открытые уроки, потому что нет смысла это сделать. Весь урок идет на английском языке, родители ничего не понимают, оценить все равно наши старания не могут. А так кусочек снимаю, оп, выложила, причем написала, обратите внимание, как они уже умеют это делать. Ты-ты-ты-ты, не все у всех получается, но тем не менее, да, что происходит вообще в этом видеофрагменте, какая ценность вообще этого момента была, я родителям поясняю. И вот таким образом они все это и так прекрасно видят. И отпадает, в принципе, необходимость в домашнем задании ради того, чтобы показать родителям, что дети что-то умеют делать. А я не знаю, как вы, я вот вернусь на этот слайд, как вы считаете, имеет ли это смысл вообще? То есть все-таки не давайте домашку, если мы говорим о частных уроках, в частных центрах, как бы, да, или как репетиторство. Как вы считаете, коллеги, выходите на связь, включайте микрофоны, выходите на связь. Как вы считаете, есть ли в этом смысл после того, как вы меня послушали? Для меня тема очень интересна. Я поддерживаю, потому что сама последнее время вот тоже стараюсь ее просто минимизировать. максимально делать работу на уроке активной и интересной. А на домашнее задание, ну, у нас остается лексика. Единственное, вот я прошу обязательно, это квизлет. Да, но квизлет, ценность квизлет как раз-таки, чтобы они самостоятельно дома это все проработали. И опять же, когда я даю это, я им не говорю, что ваша домашка это то-то. Нет, я так не говорю. Я говорю, ваша дома, я прошу вас просто поиграть. И все. То есть, когда они слышат слово поиграть, это звучит уже совсем по-другому. Даже для подростков, да, конечно. И родителям это нравится, родители ценят, что мы не нагружаем их ерундой. Я не понимаю преподавателей, которые дают список слов домой, 20 штук, учите. Это как вообще? Это как вообще учите, если, а ты вообще для чего тогда? У меня урок длится 90 минут. Моя цель вдолбить им, не просто вдолбить эти там, ну 20 штук, конечно, мы не берем за один урок, но 10 штук, не просто их вдолбить, а сразу научить их юзать это все, в предложение вставлять, поиграть с этой лексикой. Как они это могут сделать самостоятельно вообще? То есть, поэтому, конечно, да, я считаю, что надо попробовать когда-то, да. Хорошо, спасибо, Света, за мнение. Работа с workbook, да, то есть, конечно, тогда остается ресурс, workbook, и, соответственно, то есть, как его тогда использовать? Спрашивают многие меня преподаватели, раз у вас нет домашки, то как его использовать? И вот сейчас цель основного, body начинается, body of my webinar, показать вам интеграцию с classbook, интеграцию вообще с материалами урока. Мы рассмотрим с вами сегодня на планирование, да, на примере family and friends единички для young learners, English class 1, который, как вы знаете, я использую для слабых подростков, 5-6 класс, переходной такой учебничек, да, и подростковый А2, новый prepare, уровень 2, да. То есть, на примере вот этих трех вещей мы с вами рассмотрим работу с workbook и интеграцию, да. Значит, о чем я расскажу? О том, что workbook мы можем использовать как дополнительный handouts, worksheet, который вы все равно готовите, о том, что типы заданий кардинально отличаются от students book, и что оба важны в этом плане, да, что именно работа с workbook, я покажу вам, помогает нам установить вот эти вот, научить детей учиться, скажем так, да, потому что when they open the task, they already know what they should do without any explanation. Благодаря workbook этого легко добиться, да. Об этом мы тоже с вами поговорим, и о том, что workbook это совершенно не значит, что дети будут сидеть и самостоятельно работать 5-10 минут, совсем так не значит, да. Вот, и что мы можем, конечно, students autonomy однозначно повысить, когда мы используем именно workbook на уроке, да, для того, чтобы, вот даже если у вас есть такой момент, что 5 минут вам надо, чтобы они самостоятельно все-таки поработали с этим workbook, да, то советую ставить легкий background music. У меня вот есть такая музыка, она волшебным образом работает, как только дети ее слышат, они спокойненько, с удовольствием сидят и работают, да. Итак, ну что ж, начнем с family and friends, единичка, да, это дети второго обучения, соответственно, да. Слева вы видите цветная страничка, это classbook, справа вы видите черно-белая страничка, это workbook, соответственно, да. Что мне очень нравится конкретно в family and friends, что у них совпадает. То есть если в classbook страница 16, workbook будет тоже страница 16. Дети к этому очень быстро привыкают, и это, опять же, helps to establish this classroom routine, окей. Дальше. На первом уроке я даю лексику, да, то есть вот она, розовые слова мои, да. Именно эти розовые слова мы и учим писать детей, то есть они могут читать этот диалог, который вы видите в упражнении 3, но они не должны его писать, соответственно, да. А вот писать идеально спелить должны вот эти розовые слова. Так у нас family and friends стоит. И, соответственно, первое, что бросается в глаза в workbook, это, что она у нас черно-белая. Отлично, раз она черно-белая, значит, мы будем ее красить максимально. Будем красить. Замечательный навык, который должен быть у young learners красить, я не имею в виду, интересно, как-то раскрашивать. Да, что я имею в виду? Я имею в виду, что с помощью вот этих черно-белых картинок в workbook вы можете улучшить, кардинально улучшить их listening и потом speaking, да. Например, смотрите. Вот у нас с вами exercise one, да, страничка 16. Вот здесь девушки смотрим, да, вот здесь смотрим на workbook. Самое первое, то есть после того, как мы ввели эту лексику, поработали с flashcards, да, мы открываем workbook. Все, мы уже закрыли класс, бук, нечего там смотреть, и мы открываем workbook, и начинает самое интересное, да. Первое, name the pictures, и они начинают бла-бла-бла-бла, point and name the pictures, делается это всем классом, соответственно, да. Дальше у нас идет, соответственно, number the pictures, да, то есть вот как дано в задании. Вот они здесь циферки эти поставили, и теперь мы останавливаемся, we stop here, потому что это первый урок, и мне что надо сделать? Мне надо заучить им эти слова. Опять же, мы не даем это домой, мы это заучиваем на уроке. И вот тут вы совершенно не нужны детям. Тут самое ценное, что у них есть для запоминания слов, это они есть друг у друга. Мы сажаем деток в пару. Student one говорит цифру, например, one. Student two говорит teddy, или it's a teddy. Я советую просто teddy, потому что лексика новая. It's a teddy можно сделать чуть позже, в других заданиях, да. Порепетировали, погоняли друг дружку, поменялись. Student two says the numbers, student one says the choice, да. Вот это очень важный момент заучивания, да. Прекрасно подходит у нас с workbook. Почему? Потому что student, который называет teddy, джоулс, он закрывает вот эту часть. А student one, какой бы он ни был острый, даже если он сам еще не выучил слова, он с помощью вот этой вот части, у него есть как бы как кисть, да, как ответы, он это все контролирует. Все, поучили вместе, замечательно, interaction, well, прекрасно. Следующее, что мы делаем? We color the pictures, like you have it here in exercise 2. Но здесь всего три игрушки написаны, да. Соответственно, что мы даем дальше? We give them choice, да. You choose how to color two toys, которые остались у нас, да. То есть у нас остался там пазл, и у нас остался teddy. Нет, teddy есть, doll остался, да. Пазл и джоул. И вот они раскрашивают это таким цветом, каким они хотят. Либо можно сделать listen and color. То есть учитель говорит, там, the jewel is pink, the puzzle is blue, и дети красят. Вот так или вот так. И после этого опять начинается очень интересное задание, да. Теперь от слов мы переходим к фразам. Мы переходим к коротеньким предложениям, да. Опять же, я меняю пары, да, пересаживаю их, и они называют... Опять же, первый студент говорит one, а второй уже говорит ему предложение. The teddy is orange, too, там, the ball is такой-то, да. И вот они прекрасно вместе-вместе все это делают, да. Естественно, мы напишем про doll и про пазл предложения, так же, как они у нас написаны вот здесь. Вот, the ball is green, the teddy is orange. Мы также здесь, можно прям workbook под полочкой, например, дописать два красивых предложения вот этих вот, да. И таким образом, видишь, мы с помощью workbook и новые слова отработали, и вывели их в предложение, потому что только когда вы новое соединяете со старым, тогда у них складывается полный пазл вообще языковой. До этого мы учили цвета, естественно, да, а теперь мы их соединили. До этого мы учили the, теперь мы его соединили. И вот таким образом старое, когда цепляется с новым, новое очень легко потом запоминается, естественно. И вот таким образом вы вывели их на спикинг. Вот, пожалуйста, такое как бы интересное задание, казалось бы, ничего абсолютно сложного. И главное, что вам ничего не надо печатать, вам не надо искать эти choice нигде, все у вас уже есть. Если бы вы дали это домой, да, Анастасия Павлова, как вы думаете, если бы вы дали это задание домой, number one и number two, в принципе, как вы видите, наверное, да, что сейчас как раз-таки основной урок был построен у меня на workbook, да. Если бы вы дали это домой, Натя, получилось бы у вас так отработать этот спикинг, запоминание слов? Меня слышно? Замечательно слышно. Ага. Ну, во-первых, это бы отняло очень много времени у ребенка, тем более они только начинающие, да. Я думаю, так. И так или иначе, пришлось бы учителю, я думаю, время уделять на уроки, чтобы объяснить, что делать. И однозначно, с кем бы он смог вывести в речь. Да, да, я согласна с вами. Вот именно. А тут, видите, говорю еще плюс, что вам ничего дополнительного вообще делать не нужно. У вас уже все это, в принципе, готово. Спасибо, Натя. Да, все правильно, вы однозначно сказали, все правильно. Следующую страничку шагаю. Потом на третьем уроке у нас дается еще три новых слова. Ну, честно говоря, я люблю все брать вместе. Если у меня достаточно сильная группа, а это дети второй год обучения, они достаточно сильные, то я беру вот эти вот пять слов и эти три слова беру сразу, да. Но отрабатываю странички постепенно. То есть на следующий урок я отрабатываю уже вот эту страничку, да. Давайте-ка с вами подумаем вместе, подумаем вместе, как мы можем ее разнообразить. Так, подумаем. У кого же есть идея по поводу первого задания? Первое задание. Как вы думаете, что можно сделать? Вот мы повторили kite, bike, train, достаточно сложный, в принципе, слова, особенно kite, запоминаются с трудом. Первое задание. Что можно сделать, Настя? Как вы думаете? Ну, я пока еще не думаю. Опять, давайте идти по схеме того, что было у нас предыдущее, да. Trace понятно, right понятно. То есть они дорисовали, здесь пунктирчик стоит, я не знаю, видно ли вам. Хорошо, потому что все-таки книжка сканированная, да. То есть здесь есть пунктирчик, где они обводят, да. Опять, сразу после этого я рекомендую listen and color, да. Listen and color. То есть вы можете сказать, please color the bike yellow. Please color the kite blue and red. Например. Дети слушают и рисуют. Либо эти предложения можно написать, детям показать, и они читают и рисуют. It depends on what you want them to enhance more. Listening or reading. Depends on the group. Или можно один разочек так, один разочек так. Потому что здесь они у нас с вами читали и рисовали, да. Соответственно, здесь лучше сделать listen and color. После того, как они сделали listen and color, да, я рекомендую дописать предложение второе. То есть вот у меня написано this is my bike. Я беру и прошу детей, because I'm a monster teacher, написать теперь it's, oops, sorry, it's blue, да. А по поводу this is my kite я пишу it's red and green, да. То есть получается, что сначала I enhanced listening skills, потому что они слушали, да. Потом, потом они раскрасили все это дело, и потом я работаю уже над writing skills. Как раз там местечко есть, чтобы все это аккуратненько приписать. Вот. То есть уже от одного задания мы сделали три. Таким вот образом, да. Дальше, по поводу, по поводу вот этого задания, да. Давайте подумаем с вами. Второе задание, то, которое у нас идет кроссворд, да. Во-первых, кроссворд это, конечно, замечательный, визуальный, скажем так, да, визуальное задание для того, чтобы они распознавали, как бы, да, visual support. Вот. Well, тут нам что предлагается? Find and circle the words, и потом подписать их. Во-первых, я очень рекомендую вам не делать circle, а выдать детям highlighters, и пусть они сделают highlight. Почему? Поколения наши, that, why, и так далее, да, они визуалы. Поэтому, if it will be highlighted, да, they will highly likely to remember it better, окей? Вот, обвели, вписали, обвели, вписали, да. Дальше что мы можем с вами сделать? Оля, а мы используем, например, просто разные карандаши разных цветов. Тоже как вариант, но опять же, смотри, я любитель разнообразия, поэтому, если в первом задании мы использовали с вами карандаши for coloring, то почему бы не использовать highlighters в следующем, но однозначно цветные карандаши лучше, чем просто карандашом или ручкой раскрасить. Мы, например, вообще ручку не используем, вообще, только в тетради мы используем ручку. Workbook, classbook, grammarbook, то мы делаем карандашом, приучаем детей к аккуратности. Никогда я не приму курочки нарябой вот это вот написанное непонятно что. И опять же, на экзамен они всегда идут с карандашом, на кембриджские экзамены, поэтому мы приучаем к карандашу. Вписали, коллеги, мы вписали с вами слова про highlighters, что можно сделать интересного с этим crossword. Я вообще вижу, например, взаимопроверка. Absolutely, absolutely, very good, absolutely. То есть, можно вообще как бы сделать даже picture dictation. То есть, вы, они все это вписали, написали, вы выводите эту сосканированную штучку эту, да, на экран, или вы просто отксирили ее еще разочек. И it's a kind of picture dictation. То есть, они пишут number, слово, number, слово. Сильная группа пишет number и предложение. This is my bike, потому что уже в третьем юнити у нас отрабатывается this is my. Слабые детки пишут просто слово. Хотите, it's my puzzle, или просто it's a puzzle. Что хотите, то и пишите. Причем, это долгоиграющая песня. То есть, вы можете это вывести на первом уроке, просто пишут слово они. На втором уроке уже this is my, например, они пишут, как бы, да. И, конечно, правильно вы говорите, взаимопроверка, вывести им вообще ключи, и они друг дружечку замечательно проверят, очень даже внимательно проверят. Можно устно все это тоже делать. То есть, опять же, в паре, да, я вам говорю number two, и хочу, чтобы вы построили фразу this is my bike, да. И Света мне такая, this is my bike. Дальше Света мне задает задание, Оля, number eight, я говорю, this is my car. Опять же, они могут покрасить его разным цветом. Либо вы говорите, либо они друг другу говорят, что, чем покрасить там. The teddy is blue, the kite is red. И потом, опять же, они либо пишут это, потому что под картинкой здесь много места можно вписать, написать, сделать это, да. Вот, либо в тетрадке это пишут. То есть, опять же, видишь, таких заданий в классбук нету. Нету. Все, что есть в классбук, это вот они, flashcards, a song, amazing song, one of my favorites. Но они не отрабатывают все то, как отрабатывают это вот здесь. И опять же, поскольку парная работа, поскольку есть вывод на speaking, на extended sentences, expanded answers, все это дома сделать просто невозможно. Вот. Поэтому я говорю о том, что действительно это тот ресурс, который, если научиться его хорошо использовать во время урока, интерактивить его, то это будет огромный language development, прежде всего, как бы для детей. И заканчивается у нас юнит вот такими страничками, family and friends, да. Значит, тут идет стишок my favorite, классбук вы видите цветной, да. И потом по нему задания идут вот здесь вот, в workbook. Я дам вам минуточку времени посмотреть и подумать, как это в одном уроке можно скомбинировать. Что дадим сначала, что дадим потом. Так, ну давайте попробуем, Света, что вы дадите сначала, что дадите потом. Света, наверное, не слышит нас. Настя, а как вы думаете, что сначала, что потом, как лучше сделать, как скомбинировать, если у нас это один урок? А что сначала, а что вы имеете в виду, что сначала, что потом? Ну вот у вас задание в стишок и потом упражнение, вот здесь упражнение три. В workbook нам предлагается вот здесь задание по стишку и потом вот еще одно задание. Вот как лучше скомбинировать это все во время одного занятия. Ну вот, однозначно мы начнем со стишка, который нам дан в classbook, правильно? Однозначно мы с него начнем. Кроме того, я рекомендую взять карандаши и немножко поработать здесь, да, пораскрасить даже в самом classbook, да. То есть мы с ними берем, например, так, что у нас здесь, yellow, да. Так, yellow, мне как раз-таки вот нужен yellow. И нужен вот это, да, и обвели это слово yellow. Дальше мы берем, например, red и обводим слово red и так далее, да. Берем blue, обводим слово blue. То есть немножко поработать как бы с самим стишком, чтобы это все вывести, да. Там, где слово favorite, потому что детям всегда сложно его запоминать поначалу, мы можем везде поставить сердечки нарисовать, да, чтобы обратить как бы их внимание и таким образом немножко привлечь внимание к некоторым аспектам языка. Потом, я не рекомендую идти сразу на упражнение 3, которое дано в classbook, оно useless, yeah, it's useless now for a moment. Я бы пошла сюда, я бы пошла сюда и, конечно, бы начала отрабатывать стишок здесь, да, и сделала бы вот это вот замечательное упражнение, которое нам здесь дано. Здесь идет true-false, соответственно, да, задание true-false. Кроме того, что у нас здесь идет true-false, мы еще исправляем те, которые false, да, то есть дети, как это сделать, организовать? Вот у меня группа 8 человек, да, соответственно, один детенок читает одно предложение. И я уже не говорю, кто что читает, уже они приучены у меня. Я говорю, Настя, you start, and then we go this way. И они уже понимают, что Настя первая, кто сидит с Настей второй, кто сидит третья от нее, и вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, по кругу они читают. Все остальные только ставят true-false и исправляют, соответственно, то, что false. Например, my favorite chore и toy is a car. False, да. Они убирают слово car, и они пишут сверху правильное слово. My favorite chore is a ball, то есть пишут слово ball. Это очень важно. И важно делать это конкретно на уроке. Почему? Уже на экзамене уровня А2 они, they find it difficult соединить задание и текст даже на уровне А2. Если вы начнете с pre-A1, это делать, то есть они видят текст, они видят задание, и не просто true-false, а именно исправлять информацию, они за два года, за три года привыкнут у вас и не будут испытывать этих сложностей. Так, после этого они уже достаточно внимательно будут все это делать. Так, если мы вылетим сейчас, то надо будет перезагрузиться по этой же ссылочке, коллеги, по этой же ссылочке. Дальше. Потом мы переходим на number two. Мы переходим на number two, and we categorize the words. Опять, как мы это делаем? They read in torrents. Света читает train, it's a toy. Дальше нация читает green, it's a collar. А уцу читает goat is an animal. И мы просто вписываем, то есть, опять же, по кругу мы идем, по кругу, по кругу, по кругу. Дети привыкли к этому, они привыкают друг друга слушать, что очень тоже хороший навык. Так, они исправляют друг дружку, если что не так, не вы, конечно, исправляете, да? И потом у нас пошел speaking по этому. Поскольку вопрос what's your favorite, да? Вот у них есть choice. Они, соответственно, друг у дружки спрашивают. What's your favorite choice? А поскольку у них здесь написаны игрушки, я, кстати, еще как монстр-тичер прошу их еще плюс два написать в каждую колоночку. И вот они в парах сидят, думают и вписывают two more toys, two more colors, two more animals, да? Вот. Поскольку у них есть варианты ответов, то есть, what's your favorite choice? И они перед глазами видят choice, там уже легко как бы составить ответ. My favorite choice is. Вот так вот, да? И потом, когда мы уже возвращаемся в класс, book, они здесь просто вписывают ответ свой как бы о себе конкретно, да? Как бы о себе. Так, это что касается этой части. И вот еще что у нас есть. Вот это совсем последняя страничка. Да? Значит, так, расскажу про writing, да? С workbook расскажу. Расскажу про workbook. Значит, в класс, book, вот здесь в конце, мы начинали, circle the words, да? То есть, они должны их просто обвести, но для меня это мало, просто обвести. Они выходят к доске у меня и пишут это по одному предложению, да? То есть, пишут this отдельно, is отдельно, my отдельно, telly отдельно. Остальные пишут в тетрадку и глазками сверяются как бы, да? Их здесь шесть, они очень легкие, плюс еще четыре, как раз на группу мне, в принципе, хватает. Три еще здесь получается, да? Шесть и три, да, у меня восемь человек в группе, поэтому, в принципе, хватает. То есть, для меня вот это, например, упражнение, оно просто продолжение этого, потому что здесь всего шесть штучек, а здесь вот как бы еще три. То есть, это просто продолжение всего этого делования, да? Так, дальше по поводу вот этого вот, about me, about me. То есть, здесь нам предлагается проект нарисовать, он выглядит так вот у нас в рабочей тетрадке, то есть, как вы это видите, так он у нас видит. Вот, и что нам здесь предлагается, да? Обвести your choice, который у тебя есть, и underline one choice, which is your favorite, да? И потом об этом немножко написать. Мы это делаем все. Мы это все делаем в классе. Но домой потом я даю это доделать на красивом листике формата А4. То есть, мы используем это, например, как черновик на уроке, поскольку мы все вместе сделали, я подошла, проверила, ты-ты-ты. И вот это drawing, который они в рамочке делают, да? То есть, это a kind of черновичок. Дома они потом это красиво нарисуют, и вот этот текст, который у нас здесь написан, дома красивенько потом сделают. И у нас будет выставка. Our favorite choice. Здесь группа такая-то, вот их, группа такая-то, вот их. Вот так вот. То есть, как вы видите, задания, которые нам предлагает Workbook, они совершенно отличаются от того, что у нас есть в Classbook. И если интегрировать их, а это очень-очень просто, то your kids will benefit a lot. Вам не надо, во-первых, печатать ничего другого, как бы, да? А во-вторых, действительно, получается полноценные задания на развитие всех скиллов по Workbook. У меня, например, поскольку я уже много-много лет работаю по этому учебнику, да? У меня вот странички, видишь, то есть вот она, первое задание, которое я вам показывала, да? У меня вот здесь уже приклеена страничка, как это работает. То есть все, что я вам рассказала, у меня уже записано. Следующий год, когда я открою эту книжечку, да? Вот другая страничка, да, уже с пазлами, которая, да? Тоже вот здесь у меня написаны my teachers notes, прям приклеены, чтобы я не забыла, как лучше всего, как бы, с этой страничкой поработать именно на уроке. Коллеги, есть ли вопросы по деткам, да? Потому что сейчас мы будем переходить с вами на подростковые учебники, там совсем другая песня, да? Вкратце, wrap it up, значит, читаем предложение, пишем предложение по очереди, вот так вот, да, чтобы дети самостоятельно не сидели. Во время того, как, например, вот они draw and write about your choice, мы включаем background music, негромко, спокойно, какой им нравится, конечно, английский, да? Можно вставить те песенки, которые вы поете во время урока, да? Вот, и они все это делают самостоятельно. Да, Настя, слушаем. Ага, хотела спросить про то, что вот вы повесили, допустим, рисунки, да, они это посмотрели, все, то есть они в речь никак, да, не рассказывают про это, никаким образом мы не говорим, да? Ну, it depends on what you want, да, то есть моя цель уже их вывести на спит, на writing, да, потому что это уровень, где writing настолько начинается. То есть цель тут другая? Потому что достаточно много было вот здесь, на этом уровне, да? То есть make sure, что вы проработали все, и speaking, и writing, и, ну, в одном таск все делать не рекомендую. Конечно, есть немножко speaking здесь, конечно, есть немножко reading здесь, но больше, вот как раз-таки в этом проекте exhibition, то есть exhibition, да? Моя цель была writing конкретно, показать родителям, что смотрите, они уже умеют писать у вас. Понятно, не надо много целей ставить сразу, да? Да, yes, it should be achievable, it should be very clear, на каком этапе какая главная цель. Так, еще какие есть вопросы по малявочным книжкам? Будем переходить тогда на подростковые. Так, а, вот, come to the board, да, то есть это я сказала, exhibition сказала, все рассказала. Так, переходим на подростковые учебники English Class 1, уже рассказывала вам, чуть-чуть повторюсь, это те учебники, которые мы используем для low-level teenagers и low-dynamic, такие teenagers, которые достаточно еще слабые, амбиций много, 5-6 класс, но знают очень мало, и они в качестве переходного мостика, что они еще, уже не я, learners, еще все-таки не подростки, очень хороши, в оскорбке учебники называются English Class, я лично использую no, starter, ну, ну, нулевой уровень, да, и единичку, два года, в смысле, по ним идем. Вот, значит, вот у нас тема animals, да, то есть мы с вами будем про animals рассказывать. Итак, wildlife animals, вот что нам предлагают, смотрите, прекрасная, замечательная страница, это разворотка, да, в принципе, что здесь замечательного? А вот эти вот части тела, да, то есть вот попробую угадать who is who, what is what, and you will find it very challenging and fascinating, потому что замечательные, яркие, как бы, картинки, я не знаю, сколько компьютер может их передать, но в книжке они вообще яркие такие прям и увлекательные, детям очень нравится с ней работать и угадывать, да, то есть какая загадка есть во всем этом. Вот, то есть и нам здесь, соответственно, предлагается, вот только здесь у нас, вот здесь, смотрите, в упражнении 4, да, только здесь у нас даны названия животных, но при этом у нас не даны сами животные, даны только их частки. Вот теперь представьте себе дети, которые не знают животных, потому что они, как я, но у вас не учились, о подробках мы уже не учим таким темам, да, и вот у них попалась эта тема. То есть как они могут угадать части животных, если они еще не знают, как называются сами животные, соответственно, да. Поэтому я, например, конкретно этот урок начинаю с Workbook, не с Classbook. Вот так выглядит у нас Classbook. Смотрите, да, вот с правой стороны для сравнения, да, это страничка из Classbook. Смотрите, здесь у нас есть картинка, даны животные, написаны, да. Здесь у нас лишний, all the one out, тоже написаны как бы так вот, животные, да. Вот, и причем начинаю я не с первого задания, так, дружочки показывают, что все-таки мы сейчас с вами вылетим, надо будет присоединиться по этой же ссылочке, окей? Значит, причем начинаю я не с первого упражнения, а со второго, потому что it's more clear, да. То есть мы ставим стрелочки, разбираем этих животных, да, либо просто numbers, тут number one, тут number one, тут number two, тут number two, да. И только потом мы переходим уже на первое задание, да. То есть вот начинаем с Workbook, страница 2, потому что их easier, тут есть такая понятная картинка, где есть целый животный, да. И потом потихонечку переходим на упражнение I did. Там стоит a bit more challenging, да, a bit more challenging. Вот. И дальше уже мы возвращаемся на Classbook. Ну, по-нашему, возвращаемся, да, а по-детскому мы идем как бы вперед, да. Так. И потом, потом уже мы идем, соответственно, на Classbook, да. То есть после того, как мы поработали с Workbook, мы уже поработали с Animals, только тогда мы можем делать вот этот listening, допустим, да. То есть там, где они слушают и уже животных как бы так вот вставляют, скажем так, да. И упражнение четвертое, вот это вот, да, упражнение четвертое, там, где они уже, чья это часть, чья это часть, вот это как раз-таки тоже замечательная возможность погонять их в парах, друг дружку, да, друг дружку погонять и позапоминать, как бы, как это, как это они умеют делать без вас таки конкретно, да. То есть вот такой вот распорядочек, как бы, я здесь предлагаю. Дальше. Это был вот первый урок, допустим, да. Дальше. На втором занятии, на втором занятии я могу начать вот с этого задания. Workbook, страничка 23. Что это такое? Это загадки, да. То есть тут идет описание животного. It lives in China. It's black and white. It eats бла-бла-бла-бла-бла-бла 12 hours every day. It's a panda, да. То есть мы вместе, опять же, как это делаем по кругу? Они читают загадки по кругу, и мы отгадываем. Либо в парах они это сделали. And we just check it together as a whole class. Да. И здесь мы однозначно с ними останавливаемся, и они друг другу эти загадки загадывают однозначно, потому что наша цель вывести их в язык, вывести их в описание. Никакой классбук такое задание не предложит, да. Поэтому тот, кто отгадывает, у него закрыт воркбук, соответственно, да. А у меня есть и загадки, и ответы, то есть я могу его легко проверить, соответственно, да. Вот. То есть вот эти загадочки тоже замечательная вещь, которого нет таких заданий у нас в классбук. Повторюсь я снова, да. И потом только мы идем на guessing game, который нам дан в классбук. Смотрите, здесь у нас упражнения 6 и 7. Они загадывают сами животное свое, сами загадывают, да. И сами его начинают уже описывать. Соответственно, я это делаю после воркбук, да. Потому что вот это примеры, модулс, да. А это по этим модулс они уже это делают. Я не наоборот делаю, например, да. Поэтому важно сесть, подумать, проанализировать свои классбукс, студентсбукс, да, и воркбукс. И, возможно, начать как раз-таки вот совсем наоборот, как бы, да, vice versa, я бы так сказала, да. Посмотрите, какое прекрасное задание у нас еще есть, номер 4, да. Вот этот spider-gram, или как его там по-разному можно назвать, да. Прекрасное задание. Давайте подумаем, как его в классе во время занятия можно интересно сделать. Не стесняемся, коллеги. Включаем звук и разговариваем. Вот задание, да. То есть тут им предлагается animals, потом вот есть 4 категории. Как это задание можно вывести в классный Classroom Activity, а не в обычный Workbook Activity. Я бы, я бы, честно говоря, вывела это вообще как проект, небольшой такой проект во время урока, да. То есть я не боюсь слова проект, потому что из любого можно сделать, вау, интересный Activity какой-то, да. У меня 8 студентов. Прекрасно. По парам работаем, да. Дружочки, вы пишите Big Land Animals. Вот она ваша категория. Вы, дружочки, пишите Flying Animals. Вы пишите Birds. Вы пишите Underwater Animals. То, что дано здесь, вообще, ну, по одному слову вписать везде. Они, поскольку вы уже поработали с ними над этой лексикой, пишут больше слов, да. И опять же, it's a multi-level student exercise, потому что, которые слабые детки, я скажу, что минимум 3. Которые сильные детки, скажу, минимум 5 вы должны будете написать и так далее, да. А потом мы можем все это красиво написать на доске, либо на плакате и написать какая-то группа, оформить это более красиво, скажем так, да. Что мы здесь добиваемся? Работаем на vocabulary, writing, опять же, как бы, да, writing. Можно потом этих Animals посравнивать, допустим, потому что здесь идет одна из тем, тоже сравнение. То есть, вот они берут два Animals, которых они написали из Flying Animals, да, и сравнивают их. Who is faster, who is smaller и так далее. Поскольку списочек уже есть, как визуально это выглядит очень красиво, визуально это выглядит очень здорово, да. Так, let's move on. Так. Что у нас здесь дальше идет? Так, здесь идет грамматика. Вот, я как раз только-только говорила о том, что вот здесь идет comparative и speculative, да. Вот идет грамматика. Я прошу прощения за фотографию, workbook. У меня не было на тот момент, когда я готова презентацию с Каном. Только сегодня сделал администратор мне. Вот, но я буду вам пояснять, да. Ну, тут явная работа, да, с workbook. То есть, немножко здесь мы поработали правила, пошли сюда. Немножко здесь поработали, потом пошли сюда. Вот таким вот образом я это делаю, да. Вот. Например, вот здесь мы с ними разобрали вместе это правило, видите, да. А здесь workbook, они уже его пишут самостоятельно, по памяти, заполняя это правило, понимаете. Вот таким образом еще тоже можно работать с workbook. То есть, classbook мы разбираем вместе, или studentsbook, как у вас это называется. А потом workbook, они подобное же задание, ну, такое же, скажем, даже задание делают уже самостоятельно. По памяти, скажем так, да. Вот. Дальше, следующим этапом я, например, не иду уже сюда, на вот этот квиз, animal quiz. Я иду вот сюда, на этот квиз, смотрите, animal quiz, да. Почему? Потому что он про animals. А этот квиз уже не только про animals, который в classbook, а про все остальное. Поэтому, опять же, поскольку был animals, значит, сначала animal quiz, потом по его подобию делаю wild Canada quiz и так далее. То есть, опять же, я показываю вам уровни, что это можно, наоборот, как бы делать одно из другого, одно из другого, да. Так, дальше, что хотела показать вам здесь я, да. Так, studentsbook 36, упражнение 1, да. Так, вот оно, упражнение 1. Смотрите, сначала мы изучаем, например, только это. Мы не берем это. Мы не берем animal skills quiz. It's a bit early. Мы берем actions, вот они, потому что здесь идут actions. Научите. Drink, hear, swim, fly, jump, etc, да. После того, как мы вот этот бокс разобрали, как мы его разобрали? Так же, как и с малышами. Actions. We show it. We mim it, we show it и так далее. Потом мы идем на workbook, вот сюда. И заполняем это все вот здесь вот. Для чего заполняем? Writing отрабатываем, лишний раз на картиночке смотрим. После этого мы, опять же, работаем здесь над speaking. Мы начинаем строить предложения. Bears can climb. Rabbit can hop. И так далее. Вот замечательная опора. Уже даны картинки. Зачем я буду придумывать велосипед? Вот они здесь у меня как бы все сделали. Опять же, еще разочек. Здесь мы выучили слова. Здесь мы их написали. Плюс extended. Плюс вывели их на предложения, которые нам нужны. И, соответственно, сначала работаем teacher-students. То есть я говорю, они повторяют. А потом они вместе без вас работают также в паре. А потом уже переходим вот на этот квиз, потому что он интересный. И уже, в принципе, они немножко потренировали эту фразу can вот здесь. Поэтому с квизом им будет достаточно легко справиться здесь. Посмотрите, пожалуйста, на этот учебник еще разочек. То есть есть ли вопросы по этому издательству, по такому типу учебников с подростками. И если нет, то мы будем переходить уже на Prepare 2, соответственно. То есть опять же, цель, смотрите, может быть, отсюда начать с Workbook, а не с Classbook. То есть все надо просто взвесить и использовать это, соответственно, вместе все. Так, у матросов нет вопросов, значит, идем дальше. Один из моих самых любимых подростковых учебников – это, конечно же, Prepare, Very Bright, как вы видите. И очень современный. Очень современный. Здесь используются emojis, здесь используются icons различные. Очень прям такой вот cutting edge, я бы сказала. Отличные как бы выражения и герои любимые, скажем там, characters, которые любят наши дети. И хочу вам показать работу с Workbook на примере первого юнита про спорт. То есть еще разочек, это уровень А2. Неважно, с каким учебником вы работаете, я покажу вам просто, опять же, технологию работы Workbook на уроке. Хочу, чтобы вы посмотрели по-другому на этот замечательный ресурс. И do not underestimate it однозначно. Вот смотрите, спорт. Сначала, конечно же, мы берем вот эти замечательные картиночки. Мы их вспоминаем, что это такое. Вот у нас есть Exercise 1. И после этого, как вы думаете, куда лучше всего перейти, Светлана? Как вы думаете? То есть мы взяли только Exercise 1. Только вот эти вот картиночки. Куда дальше? Скорее всего, Workbook на, опять, matching картинки, да, слова, потом с ними примеры, может быть. Отлично, все верно, все верно. Это просто мы дали. А вот это мы начинаем отрабатывать. Вы умничка, все правильно говорите. Сначала они подписали их, but it's nothing. It's nothing, вообще это просто пустая трата времени, если вы не выявили это в Speaking. Все верно, все однозначно верно. И тут они уже начинают делать вам предложения, да. Разные могут быть предложения. He can play badminton, там, да, или they can go riding, или they can cycle. Что вы, как вы скажете, там, как вы. Или I like snowboarding, I don't like surfing. Ну, я уже, например, на уровне А2 это слово убираю, like. Я уже сразу им даю I'm into, I'm not into, I'm keen on, I'm not keen on, потому что уже даже на уровне А2 у нас появляются эти фразовые глаголы. Вот. Или prepositional phrases, как вам удобно. Вот. И вот сразу, потому что эти спорты, в принципе, они достаточно легкие, уже сразу мы их выводим, конечно, на фразы. А если вы их не отработали и дали тупо домой написать эти слова, то никакой ценности, поверьте мне, это уже совершенно не имеет, да. Вот. Все правильно, Света, сказала. Большое спасибо. Прям порадовали мои уши. Так, дальше, вот здесь у нас идет exercise to, vocabulary, exercise to, пошел дальше expansion vocabulary. Различные уже пошли выражения там, ну, все это уже потом. Play to go, все здесь понятно. Вот пример грамма. Пример грамма. Давайте посмотрим. Пример грамма и тоже подумаем, как мы можем интегрировать вместе. Student book и workbook, да. Так, Анастасия Вадимовна, когда вы будете готовы, посмотрите так. Давайте ваш suggestion мы послушаем. То есть вот тут мы вводим adverbs of frequency, да. Здесь это вот страничка из workbook. Как бы вы совместили это все? Наверное, опять же, предложение стало строить. Сначала немного разобрала примеры в students book. А затем уже в workbook на самостоятельную работу, чтобы они сами примеры предложили. Да, все правильно. Не примеры, единственное, что правило. Смотрите, exercise one у нас здесь правило. Мы разделяем эти, распределяем adverbs of frequency от 0% до 100%. Вот мы разобрали с ними это правило в students book. Дальше мы закрыли students book. И я хочу, чтобы они по памяти восстановили самостоятельно вот это вот. Да, то есть немножко поработали уже как бы по памяти самостоятельно дальше. И потом я не иду сразу на вот это, потому что, как вы видите, здесь идет устная работа дальше. А я иду дальше уже по workbook конкретно. Rewrite, да? Причем мы, например, не делаем rewrite. To not waste time. Мы просто стрелочкой показываем, куда, почему. Потому что они меня любят за то, что я не даю им лишний writing. Но какой у меня смысл уже предложение и так есть? Какой смысл его 30 раз переписывать? Скажите мне, пожалуйста. Нет, надо, чтобы они просто слово правильно ставили. Поэтому мы стрелочкой используем. Кто хочет писать, пишет, конечно, но таких у меня нет. Дальше мы с ними делаем students book. Вот эти вот заданечка все от 2 до 6 как бы. И insurance по очереди мы выполняем вот эти вот задания. То есть первый ученик делает это предложение, потом это, потом это, потом это. И как вы видите, здесь у нас пошел speaking. Упражнения 3 и 4 пошел speaking. Поэтому мы делаем после того, как закончили все задания здесь у нас на students book, мы выходим на speaking 3 и 4. Опять же, я не хочу, чтобы они писали предложение. Как вы думаете, почему я не хочу, чтобы они в упражнении 3 у меня писали предложение? Алсу, есть идеи? Когда мы разбираем, они пишут цифры сверху. А потом я их прошу вообще даже стереть. Как вы думаете, почему? Вот в упражнении 3 вот этот workbook, да? Почему я не хочу, чтобы они писали у меня полное предложение? Ну, чтобы подсказок не было. Правильно. Чтобы не читали, а спикали. Именно так, именно так, да. Потому что они уже порепетировали это вместе со мной, да? Все. И теперь, когда пошел peer speaking, чтобы у них под глазами не было никакой подсказки, конечно. Только так мы сможем действительно эту грамматику вдоль и поперек проработать. Только так, да? А заканчиваем мы outcome у нас вот он, упражнение 7 и 8. Вот он outcome. Вот то, что я хочу додавить после урока, да? Чтобы они рассказали how often they play these sports, да? И in pairs they ask and answer, да? Вот эти вот задания, да? Вот это мой outcome. То есть, соответственно, все я веду к тому, чтобы в конце вот это финальное задание у меня порадовались уши. Music for my ears. Скажем так, да? Так, еще немножечко пример покажу, да? Тексты, да? Хочу показать вам reading. Вот это страничка reading из students' book, черно-белая страничка из board book. Посмотрите, пожалуйста, на задание. И подумаем, честно подумаем, как с ними работать. Так, Натя Павлова, давайте подумаем. Как бы вы сделали? Света, есть идеи, как сделать? Ну, может быть, на одном разобрать подробно и показать стратегию, а другой самостоятельно? Я делаю совершенно два разных reading урока. Совершенно два полноценных reading урока. Дело в том, что reading имеет очень много sub-skills. Мы знаем, это reading for gist, это reading for details, это skimming, scanning, много-много-много разных вещей. И, например, такая книжка, как prepare, ну, в принципе, и все остальные, по которым я работаю, учебники, да? Они, этот reading прорабатывают все скиллы during the course. Все вот эти sub-skills, о которых я вам говорила. Но это может сделать только учитель во время урока, да? Зная, какой sub-skill прорабатывается в данный момент, он может усугубить, как бы, это задание и выжать из него максимум, да? То есть, вот смотрите, здесь у нас, здесь у нас просто right или wrong, да? То есть, true-false, грубо говоря, плюс изменить, как мы с вами уже знаем, очень важно, изменить на правильное слово. Помните, мы это все начинали с вами делать, когда у нас было family and friends, my favorite point, да? А вот здесь уже на уровне А2 это экзаменационное задание. И вот потихонечку, когда вы будете приучать их к таким видам задания, где бы они не встречались в classbook или в studentsbook или в workbook, они уже будут знать, что делать, да? Тут один скилл, вот такой вот, true-false, да, то есть reading for details. А здесь, а здесь у нас совершенно другое задание, здесь у нас multiple choice, да? Здесь у нас multiple choice идет, соответственно. То есть, это уже другой скилл на самом деле, потому что всегда один ответ правильный, один ответ, которого вообще не было в тексте, а второй ответ частично правильный, как бы, да? Вот, соответственно, здесь совершенно идут другие навыки, здесь совершенно идут другие скиллы. Чтобы разнообразить его, когда они почитали, когда они самостоятельно, тут, конечно, reading is a silent activity. На этом уровне А2 уже никто вслух не читает, если только вы, конечно, не хотите поработать над произношением, да? Здесь они тихонько сидят, выполняют это задание, конечно, под медленненькую background music такой, который поможет им сосредоточиться, а не отвлекаться на шорохи какие-то, да? А потом я в corners, они знают, это corner A, corner B, corner C. Я говорю, question number one. И они разбежались у меня по углам, дети-эти, да, подростки. Кто считает, что это A, кто считает, что это B, кто считает, что это C. Со своими учебниками разбежались, потому что докажи, почему A, докажи, почему B, и так далее, да? Потом question number two. Раз, два, три разбежались по другим углам, да? То есть можно это немножко как-то сделать. Либо поднимать карточки, что это ABC, либо хотя бы поинты делать по углам ABC, да? То есть немножко можно это вот таким вот способом разнообразить. Но я к чему? К тому, что, конечно, это совершенно разные скиллы. В один урок ни в коем случае два reading давать нельзя. Да, поэтому это у меня совершенно два разных урока, но, тем не менее, оба урока совершенно полноценный reading урок. Вот, очень важная вещь с подростками. С детьми тоже я ее делаю, но с подростками прям вот crucial, crucial. Я спрашиваю, how much time you need? И они мне говорят, we need five minutes, ten minutes, fifteen minutes, да? Как договоримся, так договоримся. Это очень важно. Они сами ответственны за свое обучение, они сами это время назначили. Соответственно, they feel responsible for what they do. Вот, в принципе, все основное, что я хотела вам сегодня рассказать. Давайте повторим с вами то, о чем мы говорим. Что workbook – это замечательный ресурс, потому что, если вы его используете на уроке, то вам меньше замечательных дополнительных handouts, дополнительных worksheets. Если вы согласны с этим делом, напишите, пожалуйста, в чатике плюсы. Да, так и есть. Спасибо. Второй момент. Мы говорили о том, что типы заданий кардинально отличаются. Увидели ли вы различия или вы считаете, что это все одно и то же и не стоит тратить время, да? Да, отличаются, конечно, совершенно отличаются. И именно workbook помогает вам проработать весь материал как бы вдоль и поперек. Третий момент, о котором я вам говорила, что помогает establish classroom routine. Настя Вадимовна, скажите, пожалуйста, каким образом workbook помогает создать вот эту вот идеальную атмосферу обучения? Снимает лишние сложности, пожалуй, если неизвестные слова, неизвестные какие-то фразы, выражения, грамматика появилась. Плюс, ну, наверное, больше я ничего не поняла. Я поняла. Смотрите, establish classroom routine. Здесь в первую очередь мы имеем в виду, что дети знают, что делать. То есть вы их учите учиться. Когда мои дети, вот я вам клянусь, приезжайте ко мне в гости, уже мир почти открыт, уже почти все хорошо. Хорошо. Когда вы увидите моих детей, даже уровня А2, подростков малявки, им 12-13 лет, но они уже уровень А2. И когда они открывают задание на true-false, прошу прощения, они уже самостоятельно исправляют false. Почему? Потому что еще с family and friends они к этому приучены. Вот. То есть они уже знают, что делать. Они открыли учебник, они уже знают, что сейчас будет speaking and peers, хотя там просто картинки. Они открыли учебник и увидели у меня картинки в forest, они знают, что я буду от них в парах потом работать speaking, запоминалки и так далее. То есть это снимает очень много вопросов вообще, вредности у детей и так далее. То есть они уже знают, как учиться с этими учебниками. Дальше. У нас для малышей есть специальные бейджи, забыла вам приготовить. Класс-дужу-тичер. Мы в прошлом году использовали приложение Класс-дужу, мотивационное приложение для детей. И здесь у нас был такой класс-дужу-символ и teacher. Соответственно, тот детенок, который воркбук сделал быстрее всех и правильнее всех, он приходит и проверяется у меня. Я ему одеваю Класс-дужу-тичер, он берет свой воркбук и ходит проверяет всех остальных. Это очень здорово. Они стараются сделать правильно, аккуратно, красиво для того, чтобы быть класс-дужу-тичер и проверять потом всех остальных. Это с подростками работает тоже. Мы, правда, не цепляем им в пейджи Класс-дужу-тичер, но они знают, что if you have done the first, значит, ты идешь и проверяешь всех остальных. Дальше. Можно выполнять не индивидуально, то есть работать в Класс-бук можно всей группой сразу. Настя Павлова, скажите, как можно воркбук задание выполнять всей группой сразу? Ну, были такие задания, где, например, каждый друг, ну, сначала один сказал, потом следующий, потом идет... Спасибо за внимание вам, все верно, так и есть. И опять же, вы не должны каждый урок об этом говорить. You just say, Настя, you're number one, and we go this way. Каждый раз спрашиваем любого, то есть не говорим, что конкретно этот ребенок отвечает. Еще хотел немножко добавить про взаимопроверку, чем хорошо, да, когда дети проверяют друг друга. Во-первых, у них пропадает страх, что перед учителем отвечать намного сложнее, чем ты будешь, да, работать со своим одноклассником. То есть появляется какая-то уверенность даже у слабого ребенка, мне так кажется. Правильно, конечно. Нет, в этом много очень плюсов, когда peer checking, да. Действительно, вы правы, конечно, очень много плюсов. И провод не индивидуально, вы правы абсолютно. Да, то есть по кругу. И опять же, it's a kind of a classroom routine. То есть они уже знают, как они идут по очереди, как они что делают, как бы и так делать. Так, следующий пунктик, о котором мы говорили, спрашивать у них, сколько времени вам надо. То есть если это все-таки individual work, например, как reading, да, им надо время, чтобы сесть, почитать, выполнить задание, мы договариваемся на берегу перед тем, как они начнут, сколько времени надо. Это важно. Ну и тоже один из моментов был background music. То есть советую вам потихонечку скачивать эти файлики. У меня есть такая легкая, ненавязчивая background music, которую я постоянно как бы использую для того, чтобы помогать сосредоточиться на задании. И они уже, знаешь, как этот собака, рефлекс этот, да, как говорится, услышала шум двери, значит, что сейчас принесут есть. Так и у нас. Услышали музыку, значит, it's time for concentrating, for focusing. И они сидят, работают очень внимательно. Как только музыка прекратилась, значит, the time is over and let's check. Оля, можете поделиться этой музыкой? Просто интересно, как она выглядит. Я поняла, да. Хорошо, конечно, да. Конечно, сейчас, если я недолго смогу ее быстренько найти, то даже сейчас могу предложить вам, как это делается. Так, 23-я, это уже было у нас. Я просто недавно ее перекидывала, тоже коллегам ходила в другой работать филиал и поделась. Нет, так быстренько не найду, но обязательно, да. Хорошо, обязательно скину тогда с рассылочкой, с рассылочкой по материалам вебинара, да, нашего сегодняшнего, обязательно скину вам тогда. Ну, получается, какая-то ненавязчивая просто, да, совсем не ненавязчивая. Да, 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 да. Вот, то есть она и в меру активная такая, знаете, вот, и в меру активная такая. Да, и не сонная, скажем так. Да, да, да. Так, ну, что ж, коллеги, я надеюсь, что я вас смогла убедить в том, что workbook – это замечательный, богатый ресурс, который не нужно underestimate и давать его просто на дом вписать слова, а который действительно поможет вам максимально проработать различные скиллы. Я также надеюсь, что смогла убедить вас, что можно работать без домашнего задания, а что можно снимать просто родителям, вот, как дети спикают в паре через этот workbook. Вот это, да, это стоит снять и послать им, и показать им успехи, как бы, деток, да, вот, то есть можно вполне работать без домашнего задания, особенно если у вас будут частные уроки. Поверьте, они вас станут любить еще больше. Ну что, спасибо вам за то, что были со мной сегодня днем. Желаю вам успехов в нашем гуманном, нелегком труде-труду, как там правильно сказать. Всем прекрасной недели и до скорой связи.